Это шедевр. Не переключайся только. Где я еще такого дурачка найду? А почему бы тебя не переключить? Когда говорят не переключайся, то очень часто надо переключаться. Калпак Кожедуб – герой Украины или нет? Да, великие, достаточно великие люди. Да, только они сейчас не рассказывают, что Кожедуб воевал. У нас даже есть училище имени Кожедуба. Более того, я когда-то в нем даже учился. Да ладно, не верь. Не верь. Оно когда-то называлось Харьковское высшее военное авиационное училище радиоэлектроники имени Ленинского комсомола Украины. А как его зовут Кожедуба? Кожедуба не помню, как зовут. А, ну вот, пиздобол. Вот если бы, когда я… Учился и не знаешь, как зовут, да? Я не знаю, честно говоря, ни биографию. А на каком самолете Кожедуб воевал? Только не говоришь о наэрокобре. Нет, подождите, говори, не говори. Скажи, пожалуйста, на каком самолете воевал Кожедуб? Ла-5. Ла-5. Ла-5Ф и Ла-5ФН. Если ты как летчик не знаешь, чем… Я не летчик, училище радиоэлектроники. Вы плохо слушаете. Я тебе могу рассказать, чем отличается самолет Ла-5 от Ла-5Ф и Ла-5ФН. Я могу тебе рассказать, как не летчику, хотя и вообще не летчик. Ну, так и я могу тебе рассказать. А ну, расскажи. Ла-5Ф – это форсированный двигатель. Да. А Ла-5ФН форсированный и с непосредственным впрыском бензина в цилиндры. По немецкому пути пошли. А вот этот Ла-5Ф… Плунжерный насос ведь же был впервые, ну, скажем так, у немцев на Мессершмитте. Да, да. А Ла-5Ф сколько мог минут форсажем пользоваться? Я полагаю, что где-то порядка 5-7 минут. Ну, 5-15, да, ладно. Закроем. А Ла-5ФН? Я полагаю, что, наверное, столько же. Может быть, чуть больше. Не могу сказать. Не, Ла-5ФН мог постоянно пользоваться форсажем. Понятно. Возможно, не буду спорить. Возможно. А вооружение какое было на этих самолетах? Я так подозреваю, что на Ла-5 было два пулемета, одна пушка. Нет. Нет? Вы бред говорите. Две пушки. Две пушки ШВАК 20-миллиметровые. Синхронные пушки. На Ла-5, да? На Ла-5. И на Ла-5ФН тоже две пушки. Тоже 20-миллиметровые. Пушки ШВАК, потому что это 20-миллиметровый калибр был получен увеличением калибра. Просто дульцы гильзы растянули до 20-миллиметровых. А когда-то оно было 12,7. Поэтому гильза 12,7 и его, ну это другая немножко гильза, и она практически, то есть вода вот здесь без сужения. То есть вот это вот дульцы гильзы растянули до калибра 20 миллиметров. Оружие было достаточно слабое. Но, как говорится, ничего другого и не было. Хорошо. А двигатель, двигатель какой там был на Ла-5? Ну, звездочка, я понял. Звездочка. Как назывался этот двигатель? Двигатель не помню, но он был воздушного охлаждения. Ну, воздушного охлаждения. Как он появился? Если я не ошибаюсь, он назывался АШ-62. Могу ошибаться. Или 82, или 62. Скорее всего, даже 82. Я по памяти говорю. Двухрядная звезда. Как вы полагаете, откуда появились звездообразные двигатели в Советском Союзе? Путин изобрел. Молодец. Молодец. У-у-у, остроумен. Райт-Циклон. Фирма была, построила завод. Фирма Райт. Знаменитая модель фирмы Райт-Циклон. 1860, если я не ошибаюсь. Построила фирма Райт. Построила завод. Если я не ошибаюсь, в Рыбинске. И первые двигатели пошли на самолеты И-16. И-15, и-16. Переходим на покрышки. Знаете, где сейчас применяются подобные двигатели? Они дожили до наших дней. Можете сказать, еще какие-нибудь самолеты великие на этом двигателе? Ну, на, скажем так, клоны, клоны этого двигателя. Оппозитные двигатели применяются? Не, не оппозитные. А на каких современных, которые еще летают? Какие еще великие самолеты летали? Ан-2. Ан-2, правильно. Только там однорядная звезда. Вот. Ну, тоже Райт-Циклон, вот этот 18... Ну, двухрядная звезда получилась. Субару, Субару. Оппозитные двигатели Субару, да. Да. А еще на замечательном Б-17 бомбардировщике. Тоже однорядная звезда. Я понял. Давайте переходим на Покрышкину. На Покрышкину. Да-да-да, на Покрышкину. Александр Иванович Покрышкин. Летал на Аэрокобре. Все правильно. П-39. Почему Покрышкин любил этот самолет? Как вы полагаете? Я полагаю, потому что, как он сам говорит, потому что не было времени на переобучение. На переобучение на что? На советские самолеты. На советские самолеты. А я полагаю, я не знаю там... А это вы у него в воспоминаниях читали? Откуда вы об этом знаете? Да-да-да. Небо войны книжка. Небо войны. Да. Александр Иванович Покрышкин. А рассказываю, Покрышкин с восторгом отзывался об Аэрокобре. Он отмечал великолепную радиостанцию. Он говорит, я слышу все, как по телефону. Великолепная радиостанция. Как вы думаете, какие проблемы были с авиационными радиостанциями в Советском Союзе? Ну, их практически не было. Их, они были очень существенные проблемы. И о них писал в будущем зам Королева Борис Евсеевич Черток в ракете «Книги и люди». Дело все в том, что двигатели же оснащались искровой системой зажигания. И вот она была крайне неудачно заэкранирована. Помехи были. Помехи создавали, радиосвязи. Приятно встретить профессионала. А вы в радио разбираетесь? Да, у меня вот стоит радиостанция. Какая? Майком 27ЕМ. Вот она. А вы, у вас есть высшее образование в области радиотехники? Нет, у меня высшее образование в области землеустройства. Понятно. Ну, тогда. Так вот, он писал, что они дорабатывали, только в самом конце войны сумели доработать систему экранирования высоковольтных проводов к свечам зажигания. И тогда качество радиосвязи существенно улучшилось. На аэрокобре было великолепное вооружение, состоявшее из пушки 37-миллиметровой и двух крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, двигатель располагался сзади. И за счет этого двигатель закрывал летчика, защищал летчика от боеприпасов, которые попадали в хвост самолета. Ну да, классика атаки. Вот, самолет оснащался носовым колесом, и это предотвращало капотирование самолета. Носовая стойка. Это был замечательный самолет. Он не получил распространения, не пользовался, скажем так, практически не использовался американскими военно-воздушными силами. Потому что им нужны были высотные самолеты, прежде всего для сопровождения бомбардировщиков. А советские ВВС воевали, прежде всего прикрывали самолеты поля боя, прежде всего Ил-2. И бои, как правило, происходили на низких высотах. А когда немцы, например, на Юнкерсе-86 залетели на большой высоте, порядка 12 тысяч километров и даже чуть выше, забирали вверх по мере выработки топлива, то советские ВВС ничего с высотными разведчиками Юнкерс-86, с оппозитными двигателями, шестицилиндромовыми Юнкерса, кстати говоря, ничего не могли сделать. Хорошо, а что там еще Александр Иванович усовершенствовал в Аэрокобре? Что усовершенствовал, не могу сказать. А я вам уточню, раз вы такой специалист. Ну, я не специалист, просто иногда интересуюсь. Как-то в горячке боя он заметил, что он полностью расстреливает пулеметный комплект и вообще не использует пушечный. А, он соединил одновременно, чтобы можно было, я вспомнил, он соединил на одну гашетку пушки и пулеметы. Да, 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 все правильно. Потому что там раздельно, раздельно. 7-4, вам 5. Не могу обрадоваться на эту тему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!